Здарова, молодые, пожилые и безбашенные Скайримщики! И это продолжение рубрики «Что будет, если в Скайриме?». И сегодня мы коснемся темы Талморского посольства КСТА. А именно, что будет, если проникнуть в Талморское посольство до начала квеста. Просто вот так вот взять, бесцеремонно, без приглашения, без ничего, да еще и с чит-кодами в кармане, да? Прийти туда и начать тусить. Посмотрим, сколько там гостей, посмотрим, что мы там вообще сможем сделать. Скажу, кстати, заранее то, что там охренеть, что будет. Ну, вообще, на самом деле, я даже такого не ожидал. Ну, а пока я дотуда выбегу, попрошу поддержать это видео Лукасом, подписочкой, если смотрите здешние видеоролики на регулярной основе, и также приходите на трансляции. Они идут практически каждый день в 16.00 по московскому времени на этом канале, да-да-да. А-а-а-лрайт. Не будем тянуть Талморов за посольство. Погнали баннекслю КСТА. Первая проблема, самая первая, с которой я столкнулся, это открытие ворот. Потому что они нихрена не открываются. Ни читами, вообще ничем. Кстати, когда пытаешься вот эти ворота открыть читом, у тебя консоль нахрен вообще полностью ломается, и мне необходимо перезаходить из игры. Да, вот такая вот херота. Скорее всего, как мне лично кажется, это проблема из-за того, что эти ворота априори не могут быть открыты, поэтому их невозможно разблокировать. У них нету типа ни анимации входа-выхода. Ну, в общем, вы понимаете, да, потому что когда ты попадаешь внутрь посольства по квесту, и когда до квеста ты подходишь к этим воротам, они всегда закрыты. Но я-то Скайримщик непростой. Прописал ТЦЛ и прошел тупо как по платформе 9,75. Не, ну реально. Поговорил со здешней стражей, они говорят то, что проходите внутрь, там внутри уже прием идет, хотя приема еще нету. Стадия квеста, как вы можете видеть у меня, встреча с Малборном в Солитюде. И я ему не передавал никаких вещей, мне не давали никаких приглашений, но прием уже тут как тут. Ну, якобы у них прием, потому что вот эти вот реплики у этих НПС вот только одни. Проходите вовнутрь. Ну, я, собственно, не растерялся, подошел к двери, прожал аналог, и прошел посмотреть, что там вообще у нас внутри творится-то интересного. А мы приходим туда самые первые, ну, почти что самые первые, потому что пьяница всегда на месте, как сосиска в тесте. Смотри, стоит, стоит. Хотя, по сути, он должен, наоборот, чуть ли не самый последний прибыть. Ну, что ж, ладно. Поговорил немного с Ален Вен, она ничего такого интересного не говорит, просто рассказывает, кто она и чем занимается. Талморский, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, то-то-сё-то делай. Подошел еще вот к этой женщине и спросил у нее, есть ли что-нибудь выпить. Взял, кстати, Брэнди, и потом подарил его вот этому пьянице. Не, ну а шо? Механика подарка, кстати говоря, абсолютно такая же, как, например, в каком-нибудь любом городе. Такие пьяницы, нищие, то, что они говорят, есть что-нибудь выпить, ты им даешь выпить и все. И они начинают пить. Как это ни странно. Ну, а дальше, при помощи чит-кодов, я решил, естественно, проникнуть на кухню, посмотреть, что там. Ну, и, в принципе, там ничего такого особенного не было. Каджитка, девчонка, все стоит на месте, говорит, давай, проходи, проходи, я ничего не видела. Вот это вот все. Ну, и без капли сомнения я двинулся дальше. А здесь двери уже, кстати, были даже не закрыты. И было мое удивление, когда дошел я вот до этого момента, и у меня сам по себе автоматически начался квест. Представляете? Просто взял и начался. А именно найти вот эти вот всякие штучки, записочки, доказательства, всякие различные пруфы, которые скажут нам о том, что талмырцы знают, а чего не знают. Вышел во двор, и там, естественно, тоже всех раскидал. Если что, вот по квесту вам запись в дневнике. Читайте, наслаждайтесь, отыскать информацию о возвращении драконов. А все, оно само автоматически. Хотя, хотя, квест с Малборном, он там все равно оставался висеть, он все равно остался не выполнен. Пока я шарился по сундуку, я нашел очень интересное приглашение на прием, хотя раньше я его здесь не находил. Когда нам нужно было взять листовку отчет о драконах. Вот. А здесь теперь еще и приглашение лежит. Возможно, по моей микро-такой вот, прям микро-микро-теории, именно это приглашение дельфина и должна была выкрасть отсюда. Она же, ну, откуда она еще могла взять приглашение на прием? Вы никогда об этом не задумывались? Подделать? Сомневаюсь. Скорее всего, она просто реально его выкрала. В котором написано вот это вот все. Если хотите, можете почитать. Но, поскольку до этой стадии квеста мы еще не дошли и пришли сюда заранее, то письмо все еще лежит на этом самом месте. Спустившись в тюрьму и взяв дело по Эсберну, я заметил, что здесь нету того самого пленника, которого пытают, челика из гильдии воров. Просто никого и ничего. Все двери закрыты, никого не присутствует. После, естественно, прочтения дневника и когда я перешел на следующую стадию квеста, появился Малборн с этими самыми челиками, которые начали угрожать то, что они его сейчас убьют. Откуда здесь Малборн появился? Я вообще хрен его знает. Он должен был сидеть в солитюде. Ну, мы-то понимаем, то, что это скрипты, но я-то имею в виду по логике. Мал, откуда он здесь взялся, разумеется. Начинается вся вот эта вот суматоха, паника. Ой, все, они теперь будут меня преследовать, а-ля-ля-ля-ля-ля. В принципе, на этом моменте можно заканчивать. И выводы делайте сами. Можете написать, кстати, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Люк у меня, почему-то, кстати, при помощи читов тоже не получилось открыть. Я не знаю, почему, поэтому пришлось сбегать за ключом немножечко, да. Ну, шо ж, пишите свои комментарии, можете поддержать Лукасом, потому что рассказывать тут, в принципе, больше нечего. Квест идет своим чередом, просто скипнулась некоторая часть задания. Что ж, ладенько, всем хорошего настроенечка, счастья, любви, удачи, и всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и пока-пока. Муа! Ра!